Добрый вечер! Это «Энергия. Удача». Главный приз, но и показать свои знания. Все, что ребята знают, в нашей студии происходит в реальном времени и с реальными участниками. Наш неизменный генеральный партнер «Торговый дом «Энергия» – лучший магазинов «Много энергия». Одна, проспект Санкибая, Батера, 72. Не проезжайте мимо. Красный торговый дом. Добрый вечер! Ну, можно поаплодировать, да? Отлично! Рады вас видеть, друзья. Давайте знакомиться. Что мы обычно делаем? Мы знакомимся и рассказываем. Что любим делать, чего не любим делать, чем увлекаемся. В общем, все в вашем распоряжении. Здравствуйте, меня зовут Карим. Ну, мне нравится ходить в школу. Я занимаюсь в музыкальной школе. Извините, пожалуйста, уважаемый, серьезный. А на каком музыкальном инструменте вы играете? Аккордеон. Аккордеон? Серьезно? Это же редкий сейчас музыкальный инструмент. Что это еще? Это музыкальный инструмент. Я понимаю, что такое лампочки, кабель и так далее. Расскажите, Карим, пожалуйста, Айсане, что такое аккордеон? Аккордеон – это, ну, как баян, как гармонь. Только на правой клавиатуре, там как на пианино и фортепиано. Клавиши. Клавиши, да. Клавиши, да. Игрой на гитаре. У нас сегодня прям музыкальный состав. Неужели третий участник занимается? Валерия, а свободное время как проводите? Что делаете? Читаете, гуляете или не любите гулять? Ну, могу гулять, готовлю. Готовите? Да. А есть какой-нибудь рецептик? Ну-ка, расскажите, что любите больше всего готовить? Например, мясо готовите? Нет. Нет, хорошо. Ну, кондитерское. Кондитерские торты, пирожные. И наш третий участник. Добрый вечер. Здравствуйте. Такое ощущение, что у нас депутаты сегодня. Музыканты и депутаты. Знакомимся. Здравствуйте, меня зовут Рассел, и я увлекаюсь, начал увлекаться робототехникой. Робототехникой? Ну, Рассел, скажи, пожалуйста, что тебе больше всего нравится в робототехнике? Ну, сделать из лего роботов. Ну, это сложно для тебя или нет? Честно? Не знаю. Пока еще не ощутил, да? Да. Есть любимый предмет в школе? Есть. Какой? Математикой и английский. Супер. А какой школе вы учитесь? 70-й. А вы? 25-й. А вы? 26-й. 26-й. Ну что ж, сегодня у нас Ну, Рассел, Валерия и Карим будут участвовать в проекте «Энергия и удача». Четыре раунда. В каждом раунде свои темы, свои вопросы. Если вы правильно отвечаете, нажимаете на кнопку. Выкрикивать ни в коем случае нельзя, потому что мы не засчитаем правильный ответ. Соответственно, также нельзя отвечать вторично. Если Карим неверно ответил, соответственно, второй раз вам отвечать нельзя. То же самое касается Валерии и Нурасыла. Участник, набравший наибольшее количество ответов правильных по итогам четырех раундов, принимает участие в полуфинале. Если в полуфинале он отвечает на вопрос правильно, то попадает в финал. Финал у нас в конце каждого месяца, где мы выявляем лучшего участника либо октября, либо сентября, либо августа. И вручаем ему специальный приз и, соответственно, денежный подарок от торгового дома «Энергия». Ну, а мы энергично начинаем наш эфир. Сегодня 9 октября. И первый раунд второго эфира с октября месяца. Внимание. Итак, друзья мои, тема не из легких. Что, где, когда. Начнем? Первый вопрос. Что падает, но не разбивается? Работает, но не устает? Сердце. Верно, Валерия. Что Карл Лагерфельд по случаю назвал единственной игрой, в которой выигрывают, когда теряют? Диета. Диета, совершенно верно. Загадка. В брюхе баня, в носу решето, на голове пупок, всего одна рука и та на спине. Чай. Лейка. Лейка. Нет, не верно. Чайник – правильный ответ. Один десятилетний мальчик, получив новогодний подарок, попросил маму. Сними, пожалуйста, крышку. Я хочу ее погладить. Кто она? Черепаха. Черепаха. Верно. Разгадайте старинную настоящую казахскую загадку. Один ворсовой ковер, из ворса ковер. Один без ворса ковер. Что это? Полы и потолок. Нет, не полы. Юрта? Не юрта. С ворсом ковер и без ворса ковер. Итак, Карим, только у вас сейчас есть возможность. Это земля и небо. Почему считалось хорошим тоном, приходя в гости на праздник, стучать дверь ногами? Потому что подарки были в руках. Молодец! Потому что гости должны привезти угощения, например, торты от Валерии, нашей участницы. Поэтому руки обычно были у людей заняты. Чем, с точки зрения ребенка, река отличается от моря? У реки два конца, а у моря один. Берега, да? Берега. Молодец! Мы построили на своем участке то, на что ушло три цветные дощечки или доски. Один последний лист широкой фанеры. Две веревки. Что мы построили? Дом. Нет, не дом. Качели, верно. Ну что ж, друзья, аплодисменты. Первый раунд и вопросы по что, где, когда мы завершили. И у нас следующие итоги. Внимание! По итогам первого раунда у нас лидирует Валерия с выигрышем в две тысячи тенге. Валерия, мы вас поздравляем. Вы сегодня заработали, вам теперь дома не надо убираться. Две тысячи тенге. Аплодисменты. Валерии. Порадуемся, мужчины, за Валерию. Да, Валерию. На втором месте у нас Карим с выигрышем в полторы тысячи тенге. Полторы тысячи тенге у Карима. Ну, рассылочек надо чуть подтянуться. Я думаю, второй раунд будет для вас интереснее, чем первый, к которому мы, собственно, переходим прямо сейчас. Тема и вопросы «Мир вокруг нас». Начинаем. Какие облака дают дождь? Серые. Нет. Злые. Не злые, нет. Валерия? Тучи. Грозовые, правильный ответ. Как называется неполная луна? Аналуния. Нет, неполная. Месяц. Верно. Сколько жизней у кота? Девять. Молодец, девять. Как называется место сгиба пальца? Фа-ланга. Фа-ланга. Сустав, который позволяет сгибать руку, это? Мышцы. Локоть. Локоть, верно. Сколько костей в теле человека? 207, 206, 205? 207. 206, правильно, дружище. Как называют мышцы в кубиках на животе? Фа-рес. Верно. Чем заправляют машины, кроме бензина? Газ. Верно, дизелем или газом. Но Рассел проснулся, молодец. Дальше. Как называется прием еды между завтраком и обедом? Обед. Ланч. Ланч, верно. Как называется место в машине, где перевозят вещи? В багажах. Верно. Специальные длинные палки, на которых катаются зимой по снегу? Шанки. Санки. Лыжи. Лыжи, верно. Как называют повара на корабле? Кок. Верно. Какое украшение надевает невеста, когда она выходит замуж? Кольцо. Верно. Как называют человека, который помогает тонущим на море? Спасатель. Спасатель. Но хотя первый ответил, ну Рассел у нас. Что будем делать? Ну Рассел. Так подождите, а где женская солидария в конце концов? Давайте сделаем так, каждому по одному баллу. Чтобы обидно не было. И еще один вопрос, на какой свет светофора нельзя идти? Красный. Верно, красный. Итак, мы сегодня продолжаем и закончили уже второй раунд. И по итогам второго раунда у нас проснулся. Ну Рассел, аплодисменты. Ну Рассел, аплодисменты. Молодец, Валерия, аплодисменты. Итак, итоги второго раунда. Внимание. По итогам второго раунда у нас лидирует Валерия с выигрышем 4 тысячи тенге. Вот упертая, а, смотрите на нее. 4 тысячи тенге зарабатывает. На втором месте у нас? У нас, ну Рассел, с выигрышем 3 с половиной тысячи тенге. 3 с половиной тысячи, видишь, как в первом мы просыпались, а во втором мы начинаем догонять. Ну и на третьем месте у нас Карим. Карим, я думаю, не стоит расстраиваться, вы молодец. Скажите, вы не впервые в энергии, да, участвуете? Да. Выигрывали? Да. Много? 10 тысяч тенге. Главный приз, отлично. Переходим к третьему раунду, друзья. А математика сейчас, как дела обстоят с математикой? Ну, Рассел? Нормально. Валерия? География нормальная, алгебра не очень. Алгебра не очень. Слава богу, что вы признаетесь. Карим? Хорошо, не помню. Ну, вы очень серьезные парни, у нас сегодня вообще серьезные. Что, ну, Рассел, что Карим. Такие джентльмены. Начинаем игру. Третий раунд. Как называется кратчайшее расстояние от точки до прямой? Радиус. Перпендикуляр. Фигура, образованная двумя лучами с общим началом, называется? Трегольник. Нет. Угол. Верно. Сумма длин всех сторон многоугольника называется? Сумма всех длин сторон многоугольника называется? Парлипипет. Периметр. Как называются стороны прямоугольного треугольника? Хатит и гипотенуза. Числа, расположенные правее нуля, называются положительными. Результат вычитания называется? Сумма. Разность. А результат сложения называется? Сумма. Сумма. Результат деления? Часть. Верно. Сколько миллиметров в одном сантиметре? Десять. Верно. Веревку нужно разрезать на четыре части. Сколько разрезов надо сделать? Тринадцать. Нет. Четыре? Нет. Три. Три. Верно. Назовите наименьшее трехзначное число. Что? Верно. Молодцы, друзья. Но с математикой сразу все признали, что проблемно, да? Я вот сделаю хлопок в студии, а вы сделайте аплодисменты себе. Создайте. Итак, третий раунд. Мы подводим итоги после четвертого. К сожалению, мы этого сделать не сможем. Это будет интригой перед супер-игрой. Сегодня вторая программа октября. Итак, Айсана, пожалуйста, вам слово. А по итогам третьего раунда тут намного интереснее. У всех выигрыш составляет тысячу тенге. Каждый получает по тысяче тенге. Вот она, математика. Тысяча тенге у Карима, тысяча тенге у Валерии, тысяча тенге у Нурасыла. Вы довольны? Да. Скажите, как, ну, Рассел, думаете, кто будет у нас в полуфинале сегодня? Валерия. Валерия, что скажете вы? Я. Я? Карим? Валерия. Это вы как мужчина сговорились уступить ей место? Она просто седьмая класса. Ну, это не важно. У нас вопросы с первого класса, друзья мои. Или первый, второй, третий. Не важно. Так, как вы думаете, Карим, все-таки Валерия будет? Да. Ну, что ж, наш четвертый раунд, кстати, очень интересный. Сейчас мы проверим, насколько вы все хорошо знаете. Пословицы и поговорки. Какие знаете пословицы и поговорки? Валерия. За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Хорошо. Карим? Лучше иметь сто друзей, чем сто рублей. Я хотела сама сказать. Да, а вы? А вы что знаете? Ну, у вас написано сценарий, конечно. Ну, что ж, проверим, насколько вы знаете хорошо пословицы. Сколько? Не корми, он будет в лес смотреть. Кто? Заяц. Волк. Кто кормит волка? Заяц. Ноги. Ноги. Чтобы кот был гадок, ему надо... Лоток. Нет, поесть и набок. Сорока с помощью него приносит новости. Чего? С помощью чего сорока приносит новости? Клиц. Этого хвоста. Хвоста, верно. Когда лес рубят, то что летит? Опилки. Щерки. Тому, кто насолил, подкладывают именно это животное. Какое? Свинья. Свинью, да. На безрыбье и... Рыба. Кто? Рак. Верно. У кого есть уши в доме, согласно поговорке? Лезть лестницу. Нет. Не лестница. У кого есть уши в доме, согласно поговорке? У стен есть уши. Понимаете? Вы знали такое? Нет? Глаза – это что? Поговорки. Душа. Зеркало души. Да. Этому коню в зубы не смотрят. Какому? Дареному. Да, дареному. Да, или дареному. В какой бочке много звону? Большой. Нет, пустой. Какое назначение у копейки по отношению к рублю? Она маленькая. Нет, она его бережет. Копейка рубль бережет. Этот человек платит дважды. Скупой платит дважды. Если умный встретит гору, он что с ней сделает? Фотографирует. Нет, он обойдет ее. Ну, раз вы ждете сегодня. Если умный встретит гору, обойдет ее, да. Сколько бед для одного ответа? Семь. Семь бед для одного ответа. Молодец. Ну что ж, друзья, с пословицами у нас дела действительно великолепные. Но, тем не менее, вы все молодцы. Ну, а теперь скажите мне, как вы думаете, кто будет в полуфинале? Хотя каждый из вас может поучаствовать. Как вы считаете? Валерия. Валерия. Я. Я. Она говорит, в второй раз я. Не знаю. Не знаете. Не будете гадать, да? Ну, Рассел. И мы не будем гадать, потому что встретимся с вами в полуфинале сегодня, 9 октября. И узнаем, кто сколько заработал денег в нашем сегодняшнем втором эфире октября месяца 2022 года. Остановитесь на красном. Не проезжайте мимо. Проспект Сынки-Бабетра, 72. Торговый дом энергии. Итак, мы здесь громко обсуждаем, кто же сегодня будет у нас в финале. И кто встретится в конце месяца с лучшими участниками октября месяца. Итак, на третьем месте сегодня, сегодня на третьем месте у нас... Валерия, ну точно не вы. Карим, мы вас поздравляем. Ваш выигрыш составляет 2500 тенге. Аплодисменты Кариму. Игра была настоящая. Вы молодец. Вы справились. Но еще не все потеряно. У вас пока бронза. На втором месте у нас Нурасыл. Ваш выигрыш составляет 4500 тенге. Мы вас поздравляем. Вы молодец. Вы справились. Вы проснулись и доказали, что вы тоже умный участник. Ну и на первом месте у нас Валерия. Как она сказала? Я. Валерия, ну вы можете проиграть. Будем надеяться, что вы выиграете. Мы порадуемся вновь за вас. На данное время ваш выигрыш составляет 8500 тенге. Три конверта. В каждом из них вопрос. Если вы неверно отвечаете, тогда переход хода у нас к Нурасылу. Если Нурасыл не сможет ответить, тогда слово Карима. Ну, по крайней мере, такие случаи бывают редко. Но вопросы супер игры довольно сложные. Итак, три конверта. Пожалуйста, Валерия, вытягивайте любой. Вот этот. Почему вы этот решили? Душа подсказывает. Душа подсказывает. Ничего себе. Нутро, нутро. Нутро, душа. Итак, вскрывайте конверт. Айсана за вас, он переживает прям сильно. Вопрос супер игры. Валерия. В этой игре мячик будет весить меньше всего. В какой? В какой? В этой игре мячик будет весить меньше всего. В какой? Ребята, не подсказываем. Если знаете, ответите после Валерии. Самый легкий шарик в какой игре? Кстати, моя любимая игра. Обожаю ее. Не любите? А, кстати, в торговом доме энергия. Я два раза сказал. Кстати, кстати. Есть у вас эта игра. И когда приезжаю в энергии, стараюсь поиграть. С кем? Кто свободный? Поиграть. Пока нас не видят наши участники. Поняла, отчет. Теннис. Какой? Он разный. Настольный. Может быть, это не настольный. Самый. Ну, может, это другой. Валанчик еще есть. Валанчик. Знаете, такая игра? Бомбинтон. Тоже моя любимая. Мы в детстве, в вашем возрасте играли. Сейчас ты уже пенсионеры. Ну, а Санна-то еще молодая. Так. Прозвучал гонг. Валерия, вы можете сейчас проиграть свои 8,5 тысяч тенге. Вопрос. В какой игре мячик будет весить меньше всего? В какой? В настольном теннисе. Вы уверены? Да. Почему настольный теннис? Объясните. Выражайте свои мысли. Не бойтесь. Потому что там маленький мячик, и внутри него ничего нет. Значит, он легкий. Вы играли когда-нибудь сами в настольный теннис? Да. С кем? С бабушкой. Вау. С бабушкой? И как у вас получалось? Нет. Нет? Валерия. Вы попадаете в финал. Это действительно настольный теннис. Аплодисменты. Мы благодарим Карима, благодарим Нурасыла. Привет вашим родителям, вашим друзьям. Я думаю, что сегодня была игра, и вы, как мужчины, достойно уступили место Валерии. Спасибо вам, Айсана. Мы, дорогие друзья, с вами встретимся с третьей тройкой участников через 7 дней в проекте «Энергия и удачи». Так что не проспите нас и смотрите в YouTube и на сайте rikotv.kz. Всего хорошего, до свидания. Торговый дом «Энергия» желает вам прекрасного воскресного вечера. Завтра понедельник. Наберите сил, чтобы со всем хорошим настроением, в любом настроении, в любом состоянии, пойти начать рабочую неделю на все 100%. Всего хорошего, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова